приветствую сейчас мы поговорим о приказе коменданта львовской области о проверке документов этот приказ не скинули уже масса людей спасибо вам за это потому что только благодаря вам я узнал о нем и многие спрашивали а это фейк или это настоящий приказ это не фейк это настоящий приказ он есть на сайте львовской областной военной администрации и конечно же сейчас мы о нем поговорим поговорим о том а правомерно ли вообще издавать такой приказ имеет ли полномочия такие комендант какие обязанности установлены этим приказом что будет в случае невыполнения этих обязанностей и поговорим еще о том о чем умолчали а что необходимо какие условия необходимы для реализации этого приказа ну и в целом честно говоря вот мнение о этом приказе у меня очень неоднозначная мягко говоря неоднозначная потому что там вопросы и к терминологии есть и вообще конструкции к юридической техники этого приказа и вот такое общее ощущение сложилось у меня знаете что вот когда очень хочется вот задача есть возможно кому-то там до дали задачу написать такой приказ и человек вот писал исходя из задачи не исходя как мне показалось из законодательства из действующего законодательства в украины а просто исходя из задачи и мне кажется что этот приказ в большей степени знаете вот базируется на том как хочется не так как должно быть по законодательству а как хочется но давайте по порядку обо всем и так что там сказано во первых этим приказом устанавливается 33 новых обязанности для людей первая обязанность во всей в львовской области военная обязаны и должны носить документы подтверждающие личность естественно касается военно обязанных возрасте от 18 до 60 первая обязанность носить с собой документ подтверждающий личность вторая обязанность иметь при себе военно учетный документ военный билет припасные посвящения или временное удостоверение военно обязанного всегда с собой имеет документ ну и третья обязанность она вообще прекрасно предоставлять эти документы по требованию по требованию уполномоченного лица тцк и сп а как вам супер три новых обязанности ну и конечно же второй частью этого приказа уполномочили представителей тцк и сп проверять документы и здесь конечно стоит поаплодировать вообще потому что мне кажется что это исторический приказ поскольку спустя полтора года боевых действий спустя полтора года военного положения и мобилизации в украине был наконец-то издан указ коменданта о том чтобы он уполномочил представителей тцк и сп проверять документы кстати возникает вопрос а как они до этого документы проверяли да как же они проверяли но возможно был другой приказ коменданта львовской области на основании которого они проверяли документы а это просто еще один решили что мы все забыли что тцк и сп уполномочены проверять документы и вот еще один указ или нет или не было такого приказа до сих пор и тогда непонятно на каком основании тцк и сп до этого проверяли документы но как я сказал вот это вот этот приказ как мне кажется и вот эти обязанности это желание выдать попытка такая выдать желаемое за действительное зато как должно быть а как должно быть а как должно быть а должно быть так как написано в действующем законодательстве и чтобы ответить на этот вопрос давайте посмотрим закон про правовые режим военного стану вы все его видели то что мы будем смотреть вы все прекрасно знаете но я хочу еще раз напомнить и в контексте этого приказа посмотреть как должно быть а в законе о правовом режиме военного положения есть вот такая статья заходы правового режима военного стану и здесь есть перечень того тех заходе в которые может осуществлять военная администрация либо организовывать их перечень большой двадцать пять пунктов естественно смотреть все не будем посмотрим тот пункт который касается проверки документов и вот он седьмой пункт вот он пункт 7 проверят и упорядку вызначенному кабинетом министре украины документы оси а в разе потребы проводит огляд речей ну то уже им же она нас не интересует и так что здесь написано проверять в порядке определенному постановой кабина документы не устанавливать порядок не придумывать документы которые можно проверять не возлагать обязанность по ношению с собой документов а проверять документы в том порядке который определен постановой кабина а мы же знаем эту постанову кабина конечно знаем это постановление кабина 1456 вот она мы его знаем она еще двадцать первого года не раз мы с ним ознакомились говорили о нем что важно в этой постанове важно то о чем умолчали в приказе а это то какие условия должны быть для проверки документов о чем мы говорим мы говорим о пункте 7 который вы сейчас видите на экране и здесь вы можете сделать паузу заскринить его себе также ссылочку я на этот порядок оставлю чтобы вы могли еще подробнее ознакомиться возможно скопировать это все что здесь есть здесь указаны условия при которых уполномоченное лицо может проверять документы то есть носить документы это одна история это хорошо но ношу я но для того чтобы у меня проверить должны быть условия для проверки документов более того посмотрите какие же документы здесь можно проверять здесь указано о проверке документов которые посвечуете особу и тверджу и громадянство украины че специальный статус особы у таких выпадках и когда мы говорим о специальном статусе лица а то что от нас говорят что нужно соответственно носить с собой военно учетные документы а вы посмотрите в каких случаях вот здесь по постанове этой можно проверять документы подтверждающие статус специальный статус лица здесь есть по сути только два случая первый случай это пребывание человека на территории и либо объекте со специальным режимом да вот там может быть какой-то специальный статус либо вот здесь якщо в особые сброя боеприпасы наркотичные засоби инчиры чего беги как обмеженный и так далее то есть например если у человека есть оружие собой да нужно проверить его специальный статус какой статус что он имеет право носить это оружие но здесь ничего не сказано о проверке документов подтверждающих что человек является военно обязанным либо призывником стоит на учете не стоит здесь вообще нет этих документов ничего о них не сказано и никаких сюда притянуть невозможно еще раз говорю зафиксируйте для себя вот этот перечень и храните и показывайте это тем представителям тцк сп которые захотят у вас проверить документы и так чтобы проверить документы у человека должны быть четкие основания предусмотренные постановой 1456 без этих оснований проверить документы нельзя такие основания для проверки как документов как военное положение мобилизация необходимость проверки пребывания на воинском учете они не предусмотрены законом нет таких оснований для проверки документов вот то что есть постанове 1456 все только в этих случаях вы можете проверять документы если этих оснований нет то проверять их нельзя дальше а что будет если у человека так случилось что есть основания для проверки документов но например он действительно совершил административное правонарушение то нужно ли проверять военный билет в этом случае да нет конечно в этом случае с точки зрения логики закона проверять нужно документ устанавливающий личность чтобы там протокол составить постанову выписать но там человек доехал там на красный проехал зачем нам его военный билет объясните мне незачем нет нигде в законе не сказано о том что я должен носить военный билет с собой а кто-то может просто так подойти его и проверить нет и в этом смысле то что написано в этом приказе она хорошо она классная все но забыли написать что для проверки документов должны быть документы ой должны быть основания и вопрос последствий а что будет если у меня документов не будет напомню что представители тцк как и ранее не имеют полномочий задерживать человека а это значит что если даже у человека нет документов военно учетного документа задержать его не могут но если было основание например человек совершил административное правонарушение не за там мы представим себе какой ситуации ну вот пусть давайте допустимая ситуация комендантский час вы на улице у вас проверяют документы какой документ должны проверить удостоверяющий личность не военные учетный документ документ удостоверяющий личность а что будет если человека нет этого документа задержать на три часа до выяснения личности все максимум три часа это все что может быть и никакой в этом случае административной либо уголовной ответственности за то что у вас отсутствуют документы не предусмотрено все все на этом все друзья если считаете что данное видео было полезным поставьте ему лайк подписывайтесь на мой youtube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал ссылочка на него есть в описании к этому видео но и вот здесь название канала ну а я вам традиционно что пожелаю удачи благополучия и конечно же мира